Сегодня воскресенье, 10 часов утра, жара, уже надоело даже, такая жаркая погода. Так хочется дождика, немножко прохлады, а мне надо на работу. Машина в сервисе, ну и поэтому иду пешком на автобус. До автобуса почти 4 километра. Все это ерунда, вот только жарко. С удовольствием посидела еще дома. Такая бабочка. Ну, надо работать. Буду снимать ролик, чтобы было веселее. Вышла заранее, пораньше, чтобы не спешить. Давно уже на автобусе не ездила. Два года, наверное, точно. С тех пор, как машину подарил. Как-то пшеница уже не зеленая, а пожелтела. Скоро и созреет, и молотить будут. Здесь когда-то были наши почтовые ящики. Вернее, они теперь есть. Только, наверное, пользуется ими один человечек. Теперь газетку на машине привозят. Ящик поставили возле дома, раз такой сервис. А здесь уже свалились они, висели повыше. Ну, вот так стоят. Да и в деревне народу стало меньше. Некому газету больше выписывать. Наверное, одна моя мама и выписывает. Местную газетку Рызыкненские вести. Надо же быть в курсе событий. Интернетом она не пользуется. Ну, вообще-то в интернете не пишут того, что пишут в газетке. Сама иногда почитываю. Тут соседские посадки облепихи. Вот как не усматривалось что-то... А, есть вообще-то ягоды. Есть. Мало только. Вот они тут. Вот они висят. Маловато, но есть. Вот такие большие посадки тут. И еще одно поле есть засажено. Вот молодых много. А вот и сам дом, хутор. Хозяйство тут большое. Телята бедные прячутся от солнца и слепней. Хотя от солнца еще можно спрятаться, но от слепней вряд ли. Ну вот, вышла на дорогу с антипылевым покрытием. Сейчас хорошо здесь идти. А раньше от каждой машины шарахался. Как обдаст тебя пылью. Теперь одно удовольствие. Идешь. Хорошо. Гладенько. Тоже дома. Два домика. Вот и вся деревня. Три дома. А тут запрада. На нашей маленькой реке Чичори. Получилось вот такое небольшое озерцо. О, там белая цапля гуляет. Раньше были редкостью. А теперь чуть ли не на каждом водоеме. В этой стороне жизнь продолжается. Строится новый дом. Значит, молодежь не уезжает. А вот и других соседей коровки. В лесу прячутся. Всем жарко. И нам людям. И коровкам. И телятам. А вот и дорога ходит в сторону. В другую деревню. Горная Слобода. Или Кална Слобода. Тут вообще с этими Слободами вообще много названий. Кална Слобода. Лея Слобода. Яна Слобода. Крео Слобода. Латвишу Слобода. Яна Слобода. А, наверное, уже говорила. Ну, в общем, одни Слободки кругом. Там вдали журавлей гуляют. Вижу парочка. Вот такие тут пейзажи. Сено в рулонах. Люблю запах сена. Пахнет обалденно. Сама вот кашу триммером. Проще было даже вот купить просто рулон. Много ли его на трех козочек надо. Только что вот вокруг-то дома все равно обкосить надо. Поэтому кашу занимаюсь такой ерундой. А так было проще. Купил рулон на два-три и сиди. Даже дешевле получается. А вот и цикорий. Тут один блогер упорно Васильки цикорием обзывал. Вот он на обочине дороги растел. Красивый, синенький. Что за страшный зверь на моем пути? Вот реально какая-то страшненькая. Есть красивые. А это такая страшненькая. Ну может из нее получается красивая бабочка. Ну вот еще дошла до домика. Тут есть гнездо аиста. Но похоже оно уже пустое. Выросли. Аистятки и улетели, наверное. А вот похожие они. Далеко не улетели. Только какие-то у них ноги белые. А не красные. Сколько же пижмы по обочине. Иду, иду. Все, кустик за кустиком. И вот такие поля. И вот у них тут при въезде вот такая красота. Подхожу к поселку Цискады. И домиков уже больше. У дороги стоят вот такие таблички красиво оформленные. Похожая табличка. Похожая табличка цель малос. Я-то думала, что это такое, а это, видимо, хищных птиц отпугивать. Вот он так на ветру бьется. Вот он так на ветру бьется. Ну, скорее всего, там и еще один. Ладно, пройду вперед, посмотрю. Ну да, на то похоже. Еще вроде бы и с блестками какими-то. Красивая мельница. Это рыбок на местном водоеме. Вот такой у нас тут водоемчик. О, там птичек много. Дошла я и до поселка Цискады. Тихо на улице. Вообще. Небольшой такой поселок. Но в свое время даже была школа. Которую закрыли не так давно. Из-за недостатка учеников. Волнуюсь. Меня просто дернуло. Что у меня же в машине все маски остались. Я как-то забыла полностью про них. Пошла на автобус. И вот сейчас, подходя, только вспомнила. У меня нет маски. Есть магазин. Но самое интересное, что я взяла деньги только на билет. У меня даже эту маску купить не за что. И вот теперь. Вот так. Ситуация такая, что или пустят меня шофер, или не пустят. У меня вариантов-то особо нету. Ладно. Узнаю. Вот и скатский костел. Такой красивый. В принципе, они похожи. Их очень много. Но когда я всегда смотрю, я думаю, как же эти люди вот так ровненько камни делали квадратиками. И затаскивали их наверх. Вот здесь дом священника, ксенза. Красота. Местная доска объявлений. Что же у нас продают? Ёлочки. 10 центов штучка. 300 штук. Мёд. 4 евро пол-литра. С доставкой. Ну, а тут такие. Ладно, жду автобус. И что будет, то будет. Восьмой у меня автобус. Ну, вот я и в городе. Спасибо водителю. Взял меня в нарушительницу масочного режима. Ну, я там была одна. Потом, правда, залезла ещё женщина. Но она тоже не особенно беспокоилась о маске. Маска была, но не там, где положено. Теперь на работу. Немного рано. Но ничего. Раньше, не позже. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.